МАЙС ТВ представляет. Все самое интересное из мира МАЙС. Смотрите прямо сейчас. Друзья, остается совсем немного времени до завершения голосования национальной премии МАЙС Эворд 2015. И, конечно, из первоисточника, из первых уст мы хотим узнать особенности церемонии в этом году. В этом году проект МАЙС Эворд состоится уже в шестой раз. И несмотря на кризис на российском туристическом рынке, важно отметить, что активность МАЙС-компаний, которые принимают участие в проекте, не снизилась, а наоборот выросла. В этом году на награду номинировано 260 компаний. Это почти в два раза больше, чем год назад. А если по сравнению с первой премии? Думаю, что три или четыре раза больше. Что нового будет в церемонии в этом году? Проект активно развивается, и каждый год трансформируются прежние и появляются новые номинации. Так, в этом году появится новая номинация «Лучшая зарубежная гостиница для проведения российских МАЙС-мероприятий». И примечательно, что в участии в этой номинации приняли отели из девяти стран, от Германии до Таиланда и многих других, и там тоже развернулась настоящая серьёзная борьба. Прекрасно. Я знаю, что в этом году какое-то рекордное количество людей, которые принимали участие непосредственно в голосовании, там измеряется десятками тысяч. Да, в этом году практически во всех номинациях развернулась жёсткая бескомпромиссная борьба, и уже на сегодняшний день за компанией номинантов подано более полумиллиона голосов. Причём многие компании-участники, номинанты, они развернули масштабные компании по привлечению максимального количества голосов для достижения победы в своих номинациях. Причём задействованы все информационные ресурсы. От размещения специальных баннеров на главных страницах своих сайтов до привлечения социальных сетей, специальных e-mail рассылок своим партнёрам и клиентам. Так что Оргкомитету награды и экспертному совету награды после завершения голосования 10 сентября предстоит действительно серьёзная работа по определению лучших. Друзья, прямо сейчас вы видите адрес сайта в интернете, который можно использовать для голосования, и пусть действительно победит сильнейший. А мы тем временем, пока наши зрители голосуют, поговорим о тенденциях в мире МАЙС в России. Что вы наблюдаете как организатор? Этот год особенный. И, конечно, во многом из-за кризиса происходит смещение спроса на те или иные МАЙС-мероприятия и на географию проведения МАЙС-мероприятий. Один из главных трендов проведения МАЙС-мероприятий в России, в Краснодарском крае, в Крыму и так далее, в регионах России. Это очень важно. И в связи с этим хотел бы, конечно, отметить широкую географию участников проекта МАЙС-эворд в этом году. В проекте принимают участие компании от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи и Крыма. Причём это не фигура речи, а это действительно так. То есть широчайшая география участников. То есть можно предположить, что на самой церемонии соберутся лучшие представители МАЙС-индустрии России. Пожалуй, наверное, в первый раз в одном месте. Ну, это так, да. Каждый год мы собираем аудиторию из лидеров Лыренко. И также хотел бы подчеркнуть, что в этом году в проекте наряду с компаниями-грандами, лидерами рынка, признанными лидерами рынка, такими как Демлинг, HRG, IBC, Аэротур и многими-многими другими, принимают компании и молодые компании, динамично развивающиеся. И они борются наравне со всеми за лидерские позиции в своих номинациях. Ваши прогнозы на следующий год. Индустрия МАЙС, Россия, 2016. Этот вопрос задают часто, да, на ответ на него найти непросто, но могу точно отметить, что в сравнении с традиционным туристическим рынком, пляжного отдыха, экскурсионного отдыха, рынок МАЙС себя чувствует более уверенно, более стабильно. То есть он более устойчив к кризисам, происходящим сейчас, более устойчив к вызовам экономики. Поэтому мы надеемся, что и восстановление этого рынка, и динамика роста рынка будет, так сказать, хорошей, положительной. На должном уровне. Ну что ж, тогда до встречи на церемонии, узнаем, кто же получит соответствующее признание и награды. Спасибо. И приглашаем всех 1 октября в президент-отель, традиционное место проведения церемонии вручения наград, на торжественную церемонию вручения наград в шестой раз. До встречи. До встречи. Это был Дайджест МАЙС-ТВ. Все самое интересное из мира МАЙС. Смотрите и читайте на нашем сайте. МАЙС-ТВ.ру И помните, the world is MICE. МАЙС-ТВ.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...